МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золотарева, руководитель именитого Пятигорского краеведческого музея. Юлия Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, примите поздравления от нашего телеканала и поделитесь впечатлениями о дня рождения. Отмечали с размахом, кого в гости приглашали. Спасибо большое за поздравления. Если в двух словах, то празднование, юбилея, празднование 120-летия Пятигорского краеведческого музея прошли волнительно и торжественно. Торжественно, потому что все-таки 120 лет исполняется не каждому музею, далеко не каждый год. А волнительно, потому что мы понимаем, что мы являемся с вами все вместе свидетелями того, что музей закончил очередной свой этап, подвел определенные итоги. Этот этап уже стал своеобразной историей. И теперь перед нами стоят большие задачи и большой сложный труд. А все-таки как само празднование прошло? Можно поделиться эмоциями и что делали для гостей? Я слышал, у вас есть добрая традиция именно удивлять каким-то мероприятием, подарками. Вот чем радовали на этот раз людей? В день торжества в музее было очень много гостей. Это в первую очередь, конечно же, и те люди, которые когда-то работали в музее, и те, кто возглавляли музей в предыдущие годы. Пришли в музей поздравить представителей общественных организаций, образовательных организаций, казачества. Музей отпраздновал специально подготовленные программы, в рамках которой состоялся двухдневный семинар, научный семинар, в котором приняли участие ученые, краеведы, историки не только регионы Кавказских минеральных вод, но и Ставропольского края и Северного Кавказа. В этот день состоялось и торжественное мероприятие, в котором приняли участие бывшие сотрудники музея, бывшие руководители музея, которые возглавляли его в предыдущие годы. Пришли поздравить музей представителей образовательных организаций, общественных организаций, казачества. Поздравляли музей с юбилеем, вручали поздравительные адреса и благодарственные письма представители администрации города Пятигорска, представители Министерства культуры Ставропольского края. И особенно важно и значимо было получить, конечно же, поздравительный адрес от губернатора Ставропольского края, Владимира Владимировича Владимирова, Феофилакта и депутата Государственной Думы Ольги Казаковой. Особенно для нас трепетным и трогательным был подарок, преподнесенный студентами и преподавателями Высшей школы дизайна Пятигорского государственного университета. Они подарили нам созданный собственными руками макет казенной гостиницы Михайлова, того здания, в части которого мы и находимся. Они его воссоздали по чертежам, взятым из старинных документов. Особую торжественность мероприятию придавали выступления приглашенных артистов и музыкантов. Особенно трогательным было наблюдать за глазами и эмоциями наших гостей, когда они погружались в историю создания и развития музея. Мы подготовили специальный фильм и демонстрировали его на большом экране. И он сопровождался рассказом. Очень приятно было наблюдать слезы на глазах у бывших сотрудников музея, которые на экране узнавали себя. Да, действительно, волнительная дата и мероприятие было. Вот как раз перенесемся к истокам. На дворе начала XX века и появляется ваш музей. Как это было? Можете теперь нам рассказать и телезрителям. Сама идея основать музей в Пятигорске была озвучена членами Кавказского горного общества. Это то самое Кавказское горное общество, которое стояло у истоков туризма на Северном Кавказе. В своем уставе они прописали обязательным пунктом учредить в городе Пятигорске музей. Естественно, научный, этнографический и художественно-исторический. И вот уже в 1903 году мы видим свидетельство того, что музей уже функционирует и существует. Появляется в ежедневной газете «Кавказские минеральные воды» заметка о том, что на улице Теплосерной действует музей Кавказского горного общества. В его собрание входит небольшая коллекция минералов, рога горного барана с высот Тенгрии и полное снаряжение для восхождения на горы для туристов. То есть это самые первые такие экспонаты, которые были. Они до сих пор хранятся в музее? Некоторые из них сохранились, и мы их бережно храним. Позже еще поговорим о ваших экспонатах. Еще хотелось бы об истории пока. Какие знаковые вехи можете отметить на жизненном пути музея, в дальнейшей его жизни? На будущее? После того, как его основали, за всю его историю, за эти 120 лет наверняка было много знаковых событий. Конечно, в этот период музей много-очень много раз менял свой статус и свое назначение. Он был даже филиалом музея Прозрителева и Правы. Особенным трагическим этапом было время оккупации города Пятигорска. В это время музей был разграблен немецко-фашистскими оккупантами, и многие предметы из своих коллекций музей, к сожалению, потерял. Но очень быстро восстановился, и сразу после Великой Победы музей открыл новые выставки. Активно началась сразу исследовательская и научная работа. В сложные 90-е годы музей не переставал работать. В музей как раз-таки начался некий подъем. Сотрудники музея направлялись в центральные музеи для повышения своей квалификации. Были организованы выставки привозные, в том числе из Третьяковки. Но сейчас тоже времена непростые. Как себя музей чувствует? На подъеме или какая у него стадия жизненная? У нас стадия жизненная сейчас очень серьезная. И связано это с расширением площади музея. Это очень давно планировалось, и очень давно стояла необходимость о расширении площадей музея именно под хранение и под экспозиционно-выставочную деятельность. Но многие годы это не удавалось. В конце 2022 года был начат процесс передачи соседних помещений в том же здании в собственность Ставропольского края с дальнейшей передачей нам в оперативное управление. То есть уже столько скопилось экспонатов, что нужно площади расширять. Однозначно. Но современный Пятигорский краеведческий музей – это часть какого-то регионального или федерального проекта? Кто финансирует и курирует его работу? С 2011 года Пятигорский краеведческий музей является государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края. Министерство культуры Ставропольского края является его учредителем. Соответственно, финансирование и курирует работу. Какими экспонатами сейчас наполнен музей? И назовите долгожителя, так скажем, самой большой историей. У нас очень много таких экспонатов. Если говорить о экспонатах, которые имеют историю длительную именно как экспонаты, не как предметы, а как экспонаты, то это, конечно же, каменные изваяния, которые входили в состав экспозиции Музея каменных древностей под открытым небом. Им более 160 лет именно как экспонатом. Когда-то этот музей, созданный в 1950 году, он был единственным на территории Северного Кавказа и на территории Европы. Еще интересно узнать, какие представленные экспозиции у вас. Можете о каждой рассказать? В Пятигорском Крывеческом музее на данный момент функционируют шесть основных экспозиций. Это экспозиции природной особенности Кавказских минеральных вод. Здесь название экспозиции говорит само за себя. Здесь зрители, посетители нашего музея узнают историю геологическую, географическое положение городов Кавказских минеральных вод, историю возникновения самого Кавказского хребта, его геологические особенности, познакомятся с животным миром и с фауной. А остальные экспозиции? Выставка страницы истории Пятигорья рассказывает о событиях, происходивших в регионе Кавказских минеральных вод, начиная с XVIII века по XIX век. Здесь вы познакомитесь с историей создания самого города Пятигорска, с того, как он начинался, как он развивался. Вы увидите и сможете окунуться в удивительный мир водяного общества, существовавшего в XIX веке. Узнайте необычные истории о посещении Кавказских минеральных вод известными великими людьми Пушкиным, Лермонтом и Толстым. А на ваш взгляд, какая самая яркая экспозиция больше всего притягивает посетителей к вам сейчас? Сложно ответить на этот вопрос. И я думаю, что даже посетители не смогут однозначно ответить, что им больше понравилось, какая из экспозиций. Потому что, уходя от нас, они всегда говорят о том, что им понравился очень именно наш музей. То, как их там принимают. Я могу рассказать о самой трогательной экспозиции? Да, пожалуйста. Мы такой экспозицией считаем экспозицию, которая называется «Дарящая реликвию и память». Она посвящена тем людям, которые в течение всех этих 120 лет пополняли фонды Пятигорского краеведческого музея. Это те люди, которые приносили в музей свои личные вещи, свои дары. Вот как раз о пополнении фонда музея. Он и так у вас большой. Тем не менее, интересно узнать, каким образом происходит этот процесс. И жители города в этом принимают участие до сих пор? Конечно, жители города очень активно принимают в этом участие. Но хочу отметить, что случаются и такие ситуации, когда гости нашего региона, отдыхающие города, курорта Пятигорска, побывав у нас один раз, возвращаются к нам для того, чтобы в дар преподнести нам какие-то предметы. То есть они видят тему нашего музея, приезжают к себе, допустим, в Санкт-Петербург, в Москву, понимают, что они могут каким-то образом эту тему дополнить, и мы даже получаем посылки. Да. Как часто новые экспонаты у вас появляются? У нас пополнение фондов происходит приблизительно 500 единиц в год. Масштабно, да? А каким образом, кроме жителей самих, еще какие способы? Активно ведется собирательская деятельность, потому что, в принципе, пополнение фондов – это основная деятельность музея. И таким образом музей выполняет свою главную социальную функцию – это документирование. При комплектовании фондов мы используем различные методы. Это и системный метод, то есть сбор материалов, который характеризует определенный исторический этап. Это метод тематический, когда мы собираем предметы, касающиеся какой-то определенной темы. И комплексный метод, когда сочетаются оба метода предыдущих. Сейчас активно ведется работа по сбору и комплектованию фондов, связанных с событиями специальной военной операции. А что представляют собой предметы, которые формирует фонд СВО? Это артефакты, которые нам привозят именно непосредственно с территории действия СВО. Это личные вещи, это фотографии и документы тех людей, которые уже погибли. То есть в дальнейшем планируется, наверное, из этого составить какую-то экспозицию, выставку? Конечно. В дальнейшем все эти материалы будут использованы для того, чтобы мы создали на базе нашего музея выставку, посвященную данным событиям. А есть какой-то уже примерный план, когда люди смогут все это посмотреть? Я думаю, что мы осуществим это к началу сентября. Хорошо. А вот предметы, экспонаты, их же тоже хранить нужно по-особому. Наверняка какие-то высокие требования. Вот как само хранение происходит? Кроме того, что большие площади нужны, понятно. Ну и требования, может быть, температурные, там, влажность. Конечно. У нас все эти требования соблюдаются, они все прописаны в специальных правилах музейных. И у нас есть специальное оборудование. Мы проверяем ежедневно, несколько раз в день температурно-влажностный режим. Мы следим, производим обеспыливание всех предметов. Документы хранятся у нас со соблюдением одних условий. Живопись с соблюдением других условий. Документальный фонд, библиотека. У них свои условия хранения. Ну, музей это в первую очередь люди. Вот насколько у вас большой коллектив, который за все это отвечает и эту всю работу проводит? Можете поподробнее о своих сотрудниках? На сегодняшний день музею служат 34 человека. Здесь работают смотрители, кассиры, представители рабочих профессий. Ведь ни один музей не может существовать без людей, которые обслуживают его технически и наводят там порядок. Но если смотрителей и кассиров, и администраторов посетитель видит, то научных сотрудников он видит только когда им проводят экскурсию. Но, тем не менее, работа их очень важна, но их не видят, да? День рождения отметили, но юбилейный год продолжается. Какие мероприятия будете проводить еще? Конечно же, мы будем продолжать удивлять наших посетителей и гостей. Мы будем создавать новые выставки, мы будем проводить мастер-классы и уроки. Мы будем организовывать в скором времени, с 1 июля, у нас запустится наш любимый проект. Это вечерние пешеходные экскурсии по городу Пятигорску, по его исторической части. И в рамках нашего 120-летия мы будем проводить такие экскурсии, добавляя туда информацию о нашем музее и о роли его в истории города. Вы отметили, что это любимый проект. Почему? Потому что пользуется популярностью у посетителей или еще что-то? Он пользуется очень большой популярностью, он очень комфортен для отдыхающих, потому что он проходит в вечернее время, когда уже солнце не так ярко светит, не так жарко. И наши гости в комфортной обстановке могут насладиться шикарными рассказами наших экскурсоводов. Наверняка они рассказывают интересно, нужно будет тоже попробовать. Но и поделитесь долгосрочными планами, какие еще глобальные цели у музея, кроме расширения площадей, наверняка что-то есть. В рамках расширения площадей нам как раз-таки перед нами стоит очень большая задача по созданию концептуально нового экспозиционного пространства. И здесь очень сложно будет работать. Почему? Потому что Пятигорский краеведческий музей находится в здании, которое является памятником истории и культуры. И мы прекрасно понимаем, что здание 1903 года, когда-то здание, в котором находилась первая круглогодичная гостиница на Кавказских минеральных водах, оно не приспособлено для современного использования под нужды музея. И мы будем прилагать все усилия, подключать сюда специалистов для того, чтобы все-таки Пятигорский краеведческий музей стал визитной карточкой города Пятигорска, визитной карточкой Кавказских минеральных вод, при этом сохранив свою музейную составляющую. А по вашей оценке, по предварительной хотя бы, как долго займет такая масштабная работа? Сколько времени уйдет? Дело в том, что мы занимаемся этой работой уже на протяжении очень долгого периода, и мы стоим уже на пороге результатов этой работы. И я думаю, что 2024-2025 год мы с вами уже увидим полноценный проект. – Хорошо, будем ждать. И напомним об обратной связи. Как любители истории могут внести свои предложения, какие-то замечания и вообще ознакомиться с графиком работы тем же, например. Наверняка в соцсетях у вас и ведется масштабная работа тоже. У Пятигорского краеведческого музея есть официальный сайт, на котором есть специальные рубрики. Это рубрика «Контакты и отзывы». Мы очень внимательно следим за всем, что нам пишут наши посетители. Также туда они могут внести свои предложения или замечания. Также мы активно работаем во всех социальных сетях. – С появлением Пушкинской карты количество молодежи увеличилось? – Однозначно. Мы стараемся в рамках Пушкинской карты разработать новые, интересные именно для данной категории посетителей мероприятия. И они пользуются особой популярностью среди них. – Ну, что-нибудь для примера. – Это мастер-классы, это лекции выходного дня. – Несмотря на то, что существует такое мнение, что лекция – это скучно, лекция – это неинтересно. Но, как ни странно, именно на лекции выходного дня к нам приходит больше всего молодежи. – Процветание вашему музею, Юлия Андреевна. Благодарим за увлекательную беседу. Наверняка нашим телезрителям было также интересно ее слушать, и они придут полюбоваться вашими экспонатами. Всего доброго. Гостем студии была Юлия Золотарева, руководитель Пятигорского краеведческого музея, который в начале июня отметил 120-й день рождения. Общался с ней Ильдар Саудобаев. Впереди вас ждет еще много интересного. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова